Павел Николаевич, новогодние украшения вам понравились, как дворы граждане сами украсили, и со стороны ЗАО какие поощрения победителям? Ну, во-первых, мне очень понравилась, как украшена школа 548-я, и вы такой ролик разместили очень интересный. И, кстати, я участвовал в одном, то есть в один класс, даже в двух классах, моя семья участвовала очень активно. Это очень приятно, и вот это все, то, что было показано, и только об одном. В школе учатся прекрасные дети, у них очень креативные родители, и еще более креативные и заинтересованные учителя. Это такая шикарная получилась новогодняя сказка, которая потом, благодаря жителям домов новых, переместилась и на улицы. Это уже несколько лет подряд мы проводим этот конкурс. Раньше это Елена Ивановна Добренкова была председателем жюри, мы вместе с правковым ходили. Но из-за пандемии, из-за вот этих вот, ну, к сожалению, негативных, на мой взгляд, изменений муниципальных, в муниципальном управлении, теперь приходится подводить итоги только к коллективу ЗАОСа после этого. Поэтому итоги были подведены, и мы рады, что действительно дома, жители, таких как сообщества получились, и они совместно проводят тут украшения домов, это очень красиво, в празднике было много времени, было видно, как это влекает детей, которые многие не поехали, к сожалению, на зимние каникулы, куда из-за пандемии. Очень мне понравилось в 20-м доме праздник, мы его снимали в ими, но там был целый новогодний шоу в доме на 20-м, причем он такой был, с фейерверками, с Дедом Морозом, со Снегурочкой, в общем, прекрасно. Поэтому совпустимый нелийный коллектив подвел итоги вот этого конкурса, вот, и первое место, которое получил 25-й дом, ну, они вообще очень креативны, дом большой, народ там такой увлеченный, они за первое место получают приз от совхоза 5 туй. Естественно, сейчас мы их не отдадим, мы как только будет возможность посадить, мы выдадим их и туй, они сами их посадят, я даже знаю, судя по всему, это будет такая живая изгородь. Если в годы 3-4 они побеждают, то они могут вообще превратить свой, ну, скажем так, и без того зеленый двор в такой очень зеленый. А второе место, второе, третье и четвертое места, которые там поделили между собой другие дома, там мы предоставим яблоки. Только единственный вопрос, какие декоративные нет, но они выберут сами. Совхоз, слава богу, саженцами все нормально, и поэтому в качестве приза они получат весной, сейчас они вручатся сертификаты, а по этим сертификатам весной, когда можно будет сажать, они получат деревесно-кустарниковую растительность, которая, я думаю, красит их дворы, потому что они действительно очень много делают для того, чтобы жизнь в это непростое время была такой более веселой. Потому что, сплотясь, все-таки такие мини-кондоминиумы, можно будет преодолеть много трудностей. Второе и третье место? Там 22-е дом, ну, слушай, еще раз, они все победители, они все победители без исключения. Поэтому, честно, когда сертификаты будут выдавать, там будет написано, но разрыв был настолько небольшой, потому что комиссия совхоза, там, в лице Елены Ивановны, в общем, у нас тут целая такая женская бригада жюри подобралась, которые проводили вот этот конкурс, ну, и приняли решение. Но для меня они все одинаково хороши.